Рад всех вас приветствовать на канале рациональная нумизматика наш канал посвящен монетам их истории ценности инвестиционной привлекательности очень давно хотел детально показать вам разнообразные монеты веймара которые собираю я и мои друзья и более конкретно и фундаментально рассказать о самой эпохе веймарской республики что же это такое ну и в конце конечно же я продемонстрирую свои свежие три приобретения веймарская республика это довольно условное название периода немецкой истории с 1918 по 1933 года когда в стране впервые возникла парламентская демократия эта эпоха приходит на смену конституционной монархии кайзеровских времен и началась она с провозглашения республики 9 ноября 18 года де-факто она заканчивается приходом к власти НСДАП после назначения Адика Гитлера рейс-канцлером 30 января 1933 года демократические структуры были постепенно заменены указами рейс-президента о защите немецкого народа от 4 февраля и о защите народа и государства 28 февраля и окончательно демонтированы со вступлением в силу закона о чрезвычайных полномочиях 24 марта 1933 года но саму историю веймарской республике можно и нужно разделить на три периода в кризисные года с 1919 по 23 год в республике пришлось бороться с непосредственными последствиями первой мировой войны а именно явление о котором я говорил своих других роликах которые наверное немцы впервые осуществили на себе а именно гиперинфляция и многочисленные попытки государственных переворотов и политических убийств но все же с 1924 по 1929 год веймар переживает некий подъем относительную стабильность экономический подъем признание и одобрение на международной арене но 1929 год черный четверг мировой экономический кризис президентские кабинеты после распада большой коалиции 27 марта 1930 года и приход к власти национал социалистов в конечном итоге приводит веймарскую республику к падению кстати еще один аспект который нам крайне важно сейчас обсудить а именно как именно крах фондовой биржи 29 года повлиял на немецкую экономику и на политический спектр таким образом что экономика была разрушена и в политический спектр германии в веймаре попали очень сильно радикальные силы правого толка а именно что же происходит после краха начинается вывод краткосрочных кредитов американских инвесторов которые в свое время способствовали промежуточному подъему в значительной степени теперь этот вывод средств способствует экономической депрессии происходят сбои в реализации товаров сокращение производства массовые увольнения и безработица а также сокращение покупательной способности влекут за собой такой резкий спад с которым не могли справиться существующие системе социального обеспечения поскольку с марта 1930 года правительством поддерживаемого большинством в рейстаге больше не существовало рейхс президент гинденбург и назначенные им рейхсканцлеры управляли страной преимущественно с помощью чрезвычайных декрептов выборы в рейхстаг 1930 года ознаменовали подъем право радикальной энэсдап которая стала значительной силой в партийном спектре веймарской республики с лета 1932 года антиреспубликанские антидемократические партии помимо энэсдап право консервативная немецкая национальная народная партия и лево радикальная коммунистическая партия германии составляли отрицательное большинство в рейхстаге как раз в начале 1933 года немецкая национальная народная партия вместе с другими право консервативными силами вокруг адольфа гитлера как лидера энэсдап начинают формировать новую группу сил которые активно стремятся к власти и назначенный канцлером гитлер быстро сумел установить однопартийную систему и в скором времени стал полноценным диктатором именно этот исторический аспект такую некую справочку я и обязан вам был дать потому что довольно часто своих роликах я демонстрирую разнообразные монеты разных эпох много чего по конкретным тематиком конкретным землям кайзеровской германии я рассказывал но это опять же отдельные монеты обрывочно но мне хотелось сделать маленькое вступление потому что большинство из нас нумизматы мы обращаем внимание очень часто на состояние монеты на ее распространенность стоит то бишь редкость тиражей мы смотрим на цены монеты как же без этого мы смотрим по разным таблицам по разным ресурсам на проходы как та или иная монета дорожает но часто упуская все перипетии той эпохи в которых в которой вращались те или иные монеты мы забываем что все же эстетический аспект культурный исторический аспект это ключевое что несет та или иная монета поверьте когда вокруг вас происходит что-то подобное что переживали жители веймаровской республики а именно восстановление после разгромной первой мировой войны которую они считали лютейшим кошмаром который может произошел за всю историю человечества они еще не знали что их ждет вторая мировая война у которых дикая гиперинфляция когда деньги бумажные ментально обесценивается люди прятали и копили вот эти кружочки серебра трехмарочники 15 граммовые и пятимарочники 25 граммовые которые были в то время хоть и выполнены из серебра 500 пробы но это было что-то стабильное и люди относились с ним к с неким трепетом и это ощущалось неким островком стабильности в то время потому значительное количество монет дошло до нашего времени в хорошем состоянии ну а что же мы нумизматы как часто мы обращаем свое внимание на разнообразные монеты пытаемся сформировать ту или иную коллекцию благо если получается это сделать структурой и тем более за разумные деньги но я когда формирую какую-то подборку монет себе вот я вам демонстрирую целый ряд монет которые были у меня в руках или есть у меня в руках на данный момент те монеты которые были и есть у моих друзей знакомых я подобрал для вас лучшие образчики в конце этого ролика я вам продемонстрирую три монеты и будет к также и цены и все характеристики три монеты которые я недавно себе приобрел я хотел сделать и маленькую ссылочку и поговорить о структуре веймара почему есть смысл их собирать я заметил некий рост конечно же будут люди которые сейчас придут скажут что это за мусор зачем вы собираете такие незначительные финансовом плане монеты кому они будут интересны поверьте подобные вещи на фоне монет царской россии говорили о советских монетах 10 лет назад многие говорили десять лет назад кому будут интересны советские полтинники кому будут интересны рубли давай выпьем которых масса вагонами было подобные вещи говорили и о флоринах. Года 4 назад флорины стоили по 20-30 долларов. Штемпельные. Я имею ввиду только штемпельные монеты. Сейчас же подобная ситуация. Много разных коллекционеров, даже так скажу, коллекционеров с разных эпох. Как более старшие мои коллеги, которые уже в нумизматике 20-30 лет, так и люди, которые недавно пришли относительно в нумизматику. 5-7 лет занимаются. Они обращают внимание свое на Weimar. Потому что значительное количество больших, красивых монет в штемпельном состоянии еще за разумные деньги на рынке. И каждый человек, он думая, что мне взять? Утертый рубль или утертые 5 марок империи, не прусских, какие-то там красивые, редкие, Готу или там Йену, но чуть утертую, например, за 200-300 долларов, за 200 долларов например. Или же купить за 200 долларов хороший Рейланд или купить Дубок, например, от 250 до 300 долларов. Я думаю будет очевидно, что интересно будет приобрести что-нибудь из Weimar. Возможно Weimar не настолько крут и пафосен, как многие коллекционеры любят собирать. Некие собирают люди. Одна тусовка собирает империю, Россию. Другая большая часть комьюнити собирает немецкую империю. Именно империю. Мало кто уже собирает доимперский период до 71 года. Столерами там уже посложнее. Там уже другие бюджеты нужно. Но возникает уже новая часть комьюнити, которая активно интересуется Weimar. И так происходит не только в Украине. Когда я общаюсь со своими коллегами и в Польше, и в Германии, я замечаю, что на штемпельную именно штемпельную монету, которая уже в высоком грейде, слабе, или же которая имеет высокие шансы на быть заслабированной также в хороший грейд, такие монеты, они пользуются популярностью. И есть очень большой разрыв. Одно дело, когда вы покупаете просто с остаточным блеском, такую У-58, Weimar монету там, да, ценники незначительные. Это вообще большое количество монет в пределах 100 евро. Но совсем другая история, когда вы покупаете даже массовую или не супер редкую монету, но которая очень яркая, которая имеет амбицию на высокие МС, на МС-64, 65, 66. Такие монеты, они уже там, даже Марбург, да, они уже от 150 евро и выше. Тут мне, конечно, комфортнее называть цены в коридорах от 150 до 200. Потому что есть люди, которым везет, которые находятся локально в Германии, они могут купить эти монеты дешевле. Где-то у дедушки на раскладушке, на флокмарте, на клубе, когда покупает 10-15 монет. Такие истории, кстати, есть канал Фалеристика и Нумизматика. Нумизматика и Фалеристика. Зайдите, у него можно посмотреть. Саша там детально демонстрирует, какие хорошие монеты ему удается покупать. Но это в Германии. На нашем же рынке я вот вам показываю три монетки. Первая, которая мне попалась, достойная, которую я приобрел, это Марбург. Очень достойная монетка, 400 лет университету Марбурга. Она в штемпельном состоянии. Можете также в комментариях написать, что вы думаете. Возможно, я себе придумал, что это монета штемпельная. Может, это вообще АУшка какая-то, АУ-55. Но мне все же кажется, что монета достойная. Она получит хороший МС. Ни механики я на ней не нашел, ни запилов, ни прочих повреждений. И такая монета имеет место быть в моей коллекции и имеет в будущем определенную, как я люблю говорить, амбицию. Дальше я вам сейчас еще две монеты покажу. И мне кажется, они более интересны, даже чем этот Марбург. Потому что на украинском рынке Марбург можно еще найти. Даже так скажу, от 140 евро, если вам очень сильно повезет, и до где-то 180 в Украине, за границей, в хороших магазинах нумизматических, кстати, будет еще дороже. Следующая монетка. Граф Цеппелин. Напишите в комментариях, как он вам. С этой монетой у меня были сложности. Мне тяжело было найти даже банальную троечку Цеппелина, но в ярком штемпельном блеске. Я не хотел покупать Веймар, именно трехмарочник Цеппелина, в переходном состоянии. АУ-58, МС-61, МС-62. Такие вопросные монеты. Я хотел брать яркую, хорошую монету. Кстати, человеку, которого я купил, подписчик, он тоже смотрит мой канал. Надеюсь, ему будет приятно, что я его вспомню. Очень хороший человек. Он хотел за монету чуть более, но некая адекватность. Я предложил чуть меньшую цену, и он мне уступил. Монета хорошая, меня очень радует. Блеск ровный, радиальный. Лучик переливается. Не имею никаких претензий к этой монете. Надеюсь, вам будут подобные Цеппелины попадаться. С пятеркой ситуация посложнее. Она чуть раньше была в ролике, в МС, в коробке, но там другие средства. Ну и дорогая монета из этой моей троечки из троек подборки. Нордхаузен. Она уже даже в литературе R обозначена. Мне удалось ее купить с 210 евро. Не знаю, дорого, дешево. Думаю, опять же, в Германии ее можно найти в люстре дешевле, но это локально по месту. Это надо искать, знать, где покупать. У нас ценники на яркие Нордхаузены немного другие. Я встречал даже продажи по 10 тысяч гривен, то есть это 240-245 евро. 240. Монета меня очень порадовала. На ней легкая патинка желтоватая, прекрасная, прекрасный образец. У меня несколько раз в жизни в коллекции такие монеты попадались, но то у меня выпрашивали, то я отправил монету с лоббировку, а назад, когда ее забрал с определенным грейдом, мне дали большие средства. И эта монета постоянно у меня в коллекции циркулировала. Надеюсь, мой этот ролик вам будет полезен. Подпишитесь на канал, кто не подписан, лайкните. А я по традиции всем вам пожелаю и вашим семьям крепчайшего здоровья, нумизматической удачи, а глобально всем нам мира и добра. Приходите ко мне еще. Очень рад всех вас буду видеть. И комментируйте, пожалуйста, что вы думаете по этих моих монетках. Удачи вам!